всем доброе утро выходной день рассвет мы готовимся к поездке готовимся к очередному заказу сейчас загружаем все наш мини трактор и помчим делать печь печь будет малютка два с половиной на три кирпича с плитой как-то меня уже просили показать подробную кладку данной печи вот в этот раз будем делать уже с более подробной кладкой с более подробным описанием покажем расскажем что происходит как что запиливается и как что куда вставляется хочу сказать спасибо вообще всем кто смотрит наши работы и попрошу это шмотки там и твои и мои там все докушать конечно ты будешь мало ли загрузил кстати взять обязательно колорифер собой поэтому всем спасибо за комменты те кто не подписан подпишитесь и обязательно поставьте колокольчик не пожалеете лайка не пожалеете колокольчика чтобы получать видосы самыми первыми ну а мы продолжаем собираться от наш грузовичок сейчас все в него позабрасываем все что нам надо и опять дальняя командировочка колорифер пошел самое главное так наушники раствор уже там да кстати чтоб лишний раз не спрашивали я уже специально в начале ролика это сделал запилил мы из беларуси город осиповичи по командировкам выезжаем поэтому можете звонить и номер телефона кстати указан в самом начале ролика так что если что обращайтесь все не буду отнимать вашего времени много мы будем собираться дальше ну мы на объекте глина готова игорек привет игорек уже подносит себе кирпич будет фаски резать здесь стояла большая печь который толку было мало на такую комнатку комната здесь сколько три с половиной на 4 стояла гаргарина так сразу же расскажу чтоб потом если кто-то в дальнейшем будет сам себе делать печь либо переделывать имеющуюся чтоб по концовке не было твою мать как так то я не выхожу старые отверстия для дымохода поэтому вот я тупо так этот в центре повесил палочку и от нее шнурок с любым грузом данном случае у меня ключ теперь я знаю где у меня будет центр дымохода поэтому об этом не забывайте когда нужно старое потолочное отверстие пройти старый проход так печь я говорил уже будет малютка с плитой всю пошаговую инструкцию покажу расскажу фундамент здесь хороший пробовал долбать он не долбать заливали на совесть что сейчас начинается приготовление раскладка первого ряда ну как говорится солдаты в путь парни приступили эти заготовки кирпича в общем пока подготовительные работы пока я вкладку ложить не могу потому что пацаны только заготавливают так что пока я курю скажем так на здесь кстати для того что фундамент выше пола уже на кирпичину никакой изоляции проложиться не будет не рубероидом ничего сверху прям так и будем ложить первый ряд выложен на нем чуть будет ставиться здесь прочесная дверь здесь подвальная первый ряд готов ряд 2 завязка и улов на третьем я уже говорил что прочесные поднимаю на кирпич выше чтобы оттуда ничего не вываливалась потом целебокая да добрый чего ряд 3 началась перевязка со стенами с боковыми здесь зазоры мозальт женек начинает размечаться под поддувальную дверь как крепим оставлю ссылку в описании чтоб лишний раз не показывать не тратить не ваше время не свое поэтому ряд номер три ряд 4 поддувальную перекрываю на клин для уплотнения базальт и здесь уже вставляю прочесную ряд номер пять может кто-то скажет что я делаю неправильно непоследовательно но я делаю так пока все меня это устраивает первый ряд закладки зольника чтоб так было понятно вот кирпичом на ребро первый ряд закладки зольника уменьшаем его до размеров колосниковой решетки второй ряд раскладки зольника ну и раз так раз два и третий ряд окончательный ряд на который уже уже заколосник ложится шамотом выкладывается делается под запилами под полосниковую решетку вот так я делаю ряд номер шесть здесь уже выпилены кто помнит такая игра тетрис такие были элементы их никогда ненавидел приходится это ладно для чего не выпилены здесь уже будет здесь будет подвертку подвертку ставлю на шестом ряду вставляется она уже на шамот с зазорами по двум сторонам и плюс вот с такой вот резьбой чтобы газом было проще опуститься и подняться вот так шестой ряд и начинается формироваться проем под топочную дверь чуть-чуть спонук называется все таки решил показать что есть там базальт на расширение потом не говорили что только говорю на самом деле этого не делаю делаю обязательно делаю ряд номер семь здесь опять же по бокам фокусируйся базальт боковины не забиваю раствором раствор только снизу поэтому продолжаем дальше ряд номер семь ряд номер восемь продолжается выстраивание кучи с зазорами в зазорах базальт с зазорами с зазорами TFF browsers см то вдруг потом скажите что мы печь и вообще не армируем я уже не показываю каждую через ряд формировку это достаточно один раз показать что чтобы было понятно справишься один справишься почему не справишься шо отличные гвозди дай сюда берешь гвоздь и здесь вот хлопать отверстие и все но забивается туда что ты так вот я и пытаюсь до этого шапки были пошире отличные гвозди на выравнивай гай ведь раз почему под углом для того чтобы гвоздь при забивании натягивал ленту хорошее уже можно перешли в печку на сквозь про шаренить гвозди держи ну так давай я же тебе об этом и говори вот под углом ленту сам по себе натянул и все и вот таким макаром короче по кругу чтобы реально чтобы долго видео не затягивалась да вот здесь вот хлоп на сгибе уголок подогнули и в ту сторону и так по кругу сейчас на три стороны ряд номер какой-то общий ряд же нет два четыре шесть восемь девять ряд номер девять продолжается кладка с перевязкой сейчас будет проходить установка топочной двери топочная дверь крепится точно так же как поддувальная сверху гвозди по бокам уплотнитель из базальта нарезаю полосками все ряд номер девять ряд номер десять перекрытие дверки на клин как раз видно что лежит азбест ой базальт здесь уже полынка то не залаживается оставляется под хайло вот в этом месте будет хайло 1 вкусной канал но вот так же он будет и подъемным на летнюю крюшку ряд десять ряд номер одиннадцать я уже может попутался может 10 пропустил не знаю что ну реально то фигово так вот и класть и снимать ряды и каждую ряд фотографировать поэтому если какой-то ряд профукал извините ну в принципе он идет просто в перекладку в перевязку перекладку так там уже видите образовался подъемный канал это будет во второй толпак все гоним дальше одиннадцатый в принципе в этом ряду уже можно начинать футеровку там хайло опускной до подвертки здесь подъемный видите везде через базальт так 12 ряд на эти не обращайте два кирпича тоже разогнался забыл снять 12 12 это вот этот вот еще раз перевязка здесь через базальт там хайло ну я надеюсь что я уже понятно объясняю здесь принципе по одним фоткам по по видосу нужно можно понять как что ложится если нет ну то извините я я больше не знаю как как еще рассказать и показать и объяснить ряд номер сбился 2 4 6 8 10 извиняюсь 2 4 6 8 10 12 13 ряд номер 13 мы здесь еще будет половинка сейчас же они выпили закончились ухты порожек плита будет отсюда сразу предугадываю комментарии по типу вот дурак подход к плите напротив дверки пусть люди мол яйца палят как-то в крутую в смятку уважаемые хейтеры писать этого не нужно с хозяевами было оговорено откуда делать плиту либо отсюда либо вот здесь ее спрятать с этой стороны они сказали нет именно вот отсюда поэтому все это обоговаривается делаю не то чтобы от балды сам лишь бы сделать так в общем ряд номер 13 рассказал ряд номер 15 никаких изменений просто ложится по кругу кладка идет по кругу с привязкой все никак нет ничего нового никаких изменений ряд номер 15 ряд номер 15 ничего не меняется по кругу с перевязками ряд номер 16 установлена юшка летнего хода по трем сторонам на раствор по двум третье на базальта базальта тут там среди ночи ему дать его поработать ряд 17 здесь остается пол кирпича будет устанавливаться прочесная но как вытяжка будет работать от плиты под юшку под летний ход все остальное ничего не меняется пока интересного ничего все в перевязку ряд номер 18 за счет того что редкомовские двери шире чем пол кирпича вот так вот выбираю это уже будет под вытяжку разосверленное отверстие под крепеж дверки продолжается кладка ряд номер 20 перекрылась ниша над плитой перекрываю на уголки не буду уже слазить показывать оставлю просто ссылку на видео где это показано так следующий ряд со счет избился ну напишу в описании просто перекрываем вторым рядом перевязку ряд номер 21 айопа раз это ряд 22 перевязка к стенам печи к массиву через базальт ряд номер 23 установлена прочистка чтоб колпак можно было чистить подвертка и там для дымохода уже образовалась ряд 24 ряд номер 25 пришлось поменять ракурс потому что туда уже неудобно снимать вообще никак колпак здесь уже кирпич не ложится понятно непонятно понятно ну что ж подходу к концу ряд номер 27 точно 425 нет стоп 425 это ряд номер 26 сейчас будет колпак перекрываться двумя рядами и погонится уже все дымоход так объясняю что тут намутил намудрил почему сделал именно так и там вот так это у нас канал летнего хода то бишь здесь напрямую хлоп и в дымоход это канал зимнего бишь там оно подныривает под низ доходит до первого ряда через подвертку подворачивается выходит отсюда одна часть горячих газов ударяется в перекрытие колпака заныривает туда через подвертку и дымоход более холодные газы при подъеме сразу проходит вот там поэтому здесь и чистенько и в подвертку в дымоход можно было бы конечно можно было бы здесь полностью вот так перегорить перегородить внизу оставить прогары сантиметров по пять ну назовем их прогары я не знаю пустош пустош вы как угодно назовите сантиметров по пять шипов при подъеме холодный воздух сразу через них более холодные газы уходили в дымоход а эти заполняли колпачок переныривали и туда но я решил вот так потому что это уже проверено на прошлой такой же малютки проверили вроде неплохо даже даже не то чтобы вроде неплохо а хорошо получилось следующую буду делать попробую уже сделать здесь полное перекрытие так что вот в принципе и вся печь а ну еще покажу следующие два ряда как перекрытие происходит колпака а так как бы все первый ряд перекрытия колпака сделан по бокам зазоры чтобы не толкало стенки такой четырехсантиметровый напуск ну и все там под дымоход сейчас вторым рядом перекрываем как бы и все и пошел дымоход в принципе и все второй ряд перекрытия печи прошли там под дымоход четверик сама получилась печь в двадцать восемь рядов это около двух метров два наверно даже вот как бы так когда сделаем дымоход покажу общий вид вот ну что ж друзья подписчики порядовку которую вы увидели в начале видео это порядовка вот этой печи с плитой фокусируйся где фокус что такое о с плитой на одну конфорку печь два с половиной на три с половиной кирпича с этой стороны две прочесных и юшка летнего хода поэтому кого заинтересует данная порядовка да в принципе вид данной печи можете смело пользоваться порядовкой спасибо за просмотры спасибо за лайки кстати не жалейте поставьте этот пальчик вверх это помогает и каналу и видео ну а сейчас будет первый розжиг Женя поджигай я тоже это позволил куда ты снимай это традиция ни хрена малы ни хрена давай я не так сниму снимешь нормально вот держи давай иди держи я не так сниму традиции блять не нарушить а я мацюкаюсь еще ёшку он не накрывает а лайки ёшку не накрывает няшка а алим надо было не закинуть забыли ладно а ту юшку открыли или я закрыл смотри я снимаю выходить я закрыл не открыто но за час все на чуть-чуть чекаю я пойду гуляну там почисти а дюрбиня ты смыслами не делай так что перезакончили ну я думаю хозяин что-то не расскажет нам как вам вообще печка ваш да ну печка мне конечно понравилось красиво хорошо есть по работе наши кем-нибудь может претензии может как-то какие-то какие-то сказать но нет на квартире по виду получилось то что хотели работать довольны ну давайте чуть-чуть его прикройте наполовину для сырой печи сразу на зимний вышло сразу огонь заворачивается с этой стороны мы видно давайте-ка я попробую ради спортивного полностью жахну и ну что же не глянь на на зимнем ходу посмотри за заворачиваю заворачивает надо будет все да 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 то бишь сырая печка только растопили на зимнем ходу так и закрыть будешь можно закрывать полностью ну так вот лучше топить и в идеале до разы когда она уже сухая чтоб она чисто тлела это самая идеальная работа да потому что многие говорят что надо вышиб тяга удела для чего это плохо у нас старая была когда этот новый язык нету ты блять в общем все можете стать возле печи я сделаю фотографию возле печи на о классно все и в общем все и и и и